Наконец-то мы вышли с каникул на работу Это значит, что к нам идут новые-новые подарки Ирина, что ты нам принесла? Наш первый подарок в этом году? Нет, нормально, что я бы в принципе пришла Нет, я первая, а не сразу подарки Давай подарок, это лучшее время в нашей программе Так как вы работники, трудяшки пера, да, и листочков Я рекомендую А, да, я на компьютере набираю Все равно, да? Спортивная тематика То есть это, мы знаем, ежедневный эспандер Да, я вам его дарю, потому что знаю, что вещь очень классная И для девочек, для мамы С пупырышками Как я люблю, с пупырышками С пупырышками Вот, и вот такой, ну, только не деритесь за него Я вас сейчас немножко научу, как работать с таким массажным мячиком Это очень крутая вещь Особенно для тех, кто много проводит времени за компьютером Сидя, сидя, сидя на шарике Да Самое страшное в этом мячике, что он может соприкасаться с абсолютно любой поверхностью вашего тела Только... Давай мыть после этого Пожалуйста, да На ком показать? На нем, конечно Я подержу Конечно, это в начале наш пырым Мы всегда просим что-нибудь сделать с нами Мы будем с вами делать несколько движений Я покажу, что... Ну, давайте, допустим, я покажу, как это можно делать на Кирилле Повернемся на камеру Почком Мы можем... Конечно, классно, когда это делает кто-то вам, да? Но можно и самостоятельно Можно сделать эти движения с шеей, да? Проказывающие Мурашки Они, да, первое ощущение При том, что это можно делать абсолютно тем движением, которое вам сейчас подсказывает ваша голова Вот, можно шею Плечевой пояс Обязательно Это очень приятно Я вообще рекомендую такие мячики Повернись, мой хороший Я А он кайфан уже Такие мячики вообще иметь под рукой практически всем Они доступны в любых аптеках Поэтому есть возможность приобретить Классная штука Можно самостоятельно, да, себе размять любую часть тела А целлюлитика помогает? Слушайте, а целлюлитика помогает, чтобы все-таки поменьше Поменьше Нет, мы не любим такое слово-сочетание Мы любим слово-сочетание правильно питаться, да? Правильно питаться Жрать меньше надо детей вообще Нет, не надо меньше Надо правильно питаться А вот о том, как мы будем правильно питаться, мы с вами обязательно Пойдем поработаем Я понимаю, ты расслабился? Ну, пойдем Ограничения в интернете Закон о валежнике И восстановление после новогодних праздников О чем говорит город, говорим И мы обсуждаем самое интересное, на наш взгляд, события последних дней В эфире соседский Wi-Fi в студии Кирилл Васенин И Лидия Шулаева Подключаемся Привет Привет Ну, как твои праздники прошли? Ну, скажи Хорошо, хорошо, Кирилл, прошли мои праздники Да, я съездила в Стамбул Разочаровалась в этом городе Стамбул, кстати, украшен еще хуже, чем Сару Вообще нет новогоднего Михаил Кашпаев? Хоть где-то вы лучший Да, кстати Михаил Кашпаев признался тут по секрету Он бы хотел побывать в Стамбуле Ну, ладно Вот, а Вятушка вся в огнях Вся в огнях Она так украшена, как не была украшена, наверное, последние лет 10-15 Мне вообще кажется, что в этом году Ну, наверное, кроме Сарова Я не знаю, почему так получилось Кроме Сарова Иллюминация была везде Я был в Нижнем Новгороде Я был в области в нескольких городах Все просто везде переливается Эти световые фигуры, которые я выездил, пробовал на себе установить Они есть везде Причем настолько разные, настолько крутые И кареты, и кони, и Деда Мороза, и Снегурочки И просто самые сумасшедшие, даже в Дивееве то было красиво В Дивееве было очень красиво Вообще кайф Там прямо сказка новогодняя настоящая была, рождественская Но я тебе говорю, Стамбул хуже Сарова Это должно нас немножко бодрить и радовать Ну, еще немножко откопать какое-нибудь море И можем сделать курортный город из Сарова Вполне Вполне У нас же есть музей военно-морского флота Поэтому почему бы у нас здесь не появиться море, например Да, Саров, порт, семи морей Помнишь, мы с тобой обсуждали в прошлом году историю про новые имена российским аэропорту Конечно И плакали, сожалели по поводу того, что в Омске аэропорт не получит имя Егора Летова Ну как, ну как В общем, разработчики Google Card решили эту проблему как-то решить Видимо, они тоже любят Егора так, как любим с тобой мы И на вопрос ваш любимый Егор, они бы без запинки ответили правильно, да Вот, и в общем, назвали они Харьковский аэропорт именем Егора Летова Причем исключительно на Google Card То есть если открыть Google Card То на Google Card в районе Харькова будет аэропорт Егора Летова? Да Вернемся опять-таки в прошлый год Приняли у нас бюджет Ну, его принимают каждый год Это такая себе новость Но в этом году, как ты помнишь, бюджет реально был под угрозой отклонения депутатами Потому что, ну помнишь, два месяца мы с тобой говорили, что в проекте бюджета не внесены льготы диабетикам Не предусмотрены бесплатные школьные завтраки Не предусмотрена бесплатная школьная продленка На что депутаты сказали, эээ, нет, мы, конечно, понимаем, что есть Минфин и есть требования Минфина Но мы войдем в историю, как Дума, которая лишила город всех льгот И депутаты... Если депутаты на один срок были бы Да, выбрать же скоро Да, никто же не хочет подставляться Таки да В общем, депутаты сказали, нет, 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 мы этот бюджет не примем И вот 29 или 28... 27 декабря было последнее заседание Думы На котором должны были либо принять, либо отклонить бюджет И вот еще за сутки до заседания ходили настроения, что мы, депутаты, говорили, мы будем отклонять этот бюджет Причем говорили депутаты фракции «Единая Россия», а это у нас подавляющее большинство Вот слушай, вот у меня вопрос, человек, который не ходит на Думы Не мое это Вот скажи, пожалуйста Надо исправить, кстати Вот скажи, ну вот хорошо, ладно Вот они ругались, ругались Пример, ругались, ругались и не приняли до Нового года бюджет Вот что дальше? Вот, грубо говоря, какие дальше следующие ходы или какие дальше, как будет развертываться ситуация? Ну, это просто нагрузка на департамент финансов Есть, конечно, такая паника, что «Ааа, как мы будем жить? У нас не принятый бюджет, это же муниципалы останутся без зарплаты, город не будет чиститься, то, сё, пятое, десятое» Ну, звучит вот так вот прямо страшно, да? Но по принципу 1 и 12 они бы жили, потому что в прошлом году, в позапрошлом уже, получается, был принят бюджет на три года То есть примерно планы, представления на этот год есть, и просто бы вот на январь месяц выделились бы какие-то деньги И дальше бы, дальше бы, да, я думаю, что обычные горожане это бы не почувствовали, потому что если бы они почувствовали, например, невыдачей зарплат бюджетникам или какими-то Да, это было бы совсем критично, скорее всего, этого бы никто не заметил, но я не знаю, как бы это отразилось на Думе, Дума, которая отклонила бюджет, это же скандал, скандал, скандал Департаменту финансов пришлось бы не сладко в конечном итоге Но что я хочу сказать, депутаты же отстояли и льготы диабетикам, и бесплатные школьные завтраки, и бесплатную продленку Школьные завтраки до конца этого учебного года Давайте, все похлопаем, молодцы, молодцы Давайте, давайте, все вместе, похлопаем, похлопаем, молодцы Ты знаешь, что принес нам Новый год? Закон о валежнике Валежник, валежник мы можем забирать бесплатно, представляешь? НДС вырос, стоимость ОСАГО повысилась Бензин Пенсия Пенсионный возраст увеличился Бензин увеличился в стоимости Но что это по сравнению с тем, что валежник наш бесплатно? Причем, друзья, ну надо понимать, 21 век Телефоны, с которыми можно выйти куда угодно В валежник Пробирается медведь сквозь густой валежник Стали птицы песни Сидит себе современный человек 21 века Топит печку валежником, бесплатным валежником И в интернете как Ну ты знаешь, Кирюш, у тебя может быть нет дачи А у моих родителей, например, есть дача Им актуальны валежники? Нет, они топят печку пилетами Пилетами Билеты, потому что это экономический Но блин, валежник-то бесплатно Ну все, я сейчас прям представляю себе Длинные вереницы машин в лес Стоит с прицепами, с бензопилами И все такие Я тут только спросить про валежник И мимо И поехал за валежником себе Закон про валежник Очень себе такой двоякий Нормы Что такое валежник? Что такое сухостой? Как проводить? Это все, это просто каждый день Решает сам по себе Да, и кстати, если вдруг для вас актуально Собирать бесплатный валежник Ну на самом деле для дачи, наверное, нужно Наверное, да Заходите к нам на YouTube У нас есть репортаж на тему Что можно считать валежником Какой валежник можно забирать бесплатно И что для этого нужно делать Смотрите, забирайте, топите, разводите костры В общем, если вам нужен валежник Идите к нам на YouTube Государственная дума вышла с новогодних каникул Эти люди участвуют? Да, да, да И этот бешеный принтер вновь печатает законопроекты Один из комитетов Комитет по безопасности Госдумы Одобрил законопроекты о безопасности в интернете Да, знаете, просто что? Это законопроект о запрете распространения фейковой информации Я не знаю, если там кто-то с фейковой аккаунта Пишет какую-то недостоверную информацию Как они за это накажут? Я не знаю, как это отслеживать в интернете Речь идет об информации, которая может вызвать панику Вот проще говоря Знаешь, я подозреваю, что это все выглядит как бы так Ага, вот есть официальный аккаунт Ну, допустим, каналы 16, все эти интернет И вот если с канала 16 пошла какая-то новость Которая вызвала панику Вот тогда нас по этому закону, грубо говоря, могут показать Да, но видишь, мы официальные СМИ И у нас есть этика А мы еще и все наши не должны подтвердить Да, да, да Поэтому, ну, вообще, я как главный редактор Я отвечаю за информацию, которая выходит в эфир И я как минимум проверю Особенно тут речь идет об общественно значимой информации И, наверное, как официальные СМИ Мы вряд ли выдадим в эфир какую-то вот жесткую информацию Которая не соответствует действительности Такой ерундой страдают псевдо-СМИ Всякие, там, я не знаю, блогеры, извините, если кого обидело Те, у кого нет лицензии на вещание Да, и те, которые просто... Да даже не на вещах, просто как на лицензии Да, и есть там какой-нибудь аккаунт Федор Попов И он пишет, что к земле приближается метеорит Вот его за это... Извини, Федор Попов, он вообще специально Да, и вот его, в общем-то, за это по новому законопроекту Который пока еще законопроект могут наказать Но как, как они узнают, кто стоит за именем Федора Попов? Ну, как-то же находят всех этих людей Найдется доброход, который сольет Да, в общем... Ну, в общем, такой вот, такой себе... С одной стороны, наверное, правильно, да Потому что вот эти вот все информационные бомбы О всякой какой-то чуме или спорах сибирской язвы Народ глотает это Начинается паника, которая никогда не приводит ни к чему хорошему И такая информация вирусная, она же быстро распространяется Может быть, и надо за этим следить, и это наказывать Другой вопрос, как? Как? Ну, я пока не понимаю А дальше введут уголовную ответственность до 15 лет с торгача такого не будет Ну, ты видишь, что тут обратная сторона этой медали Кто-то захочет, чтобы Федором Поповым оказался Кирилл Васеньев Да, Федор Попов, извини, все равно, еще раз Да, и вот второй законопроект Это об оскорблении власти Вот выругался ты в интернете Попробуй сейчас сказать, что у нас страна Да, 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 вот На одном ресурсе, не будем его называть Я прочитал, что, в принципе, теперь можно говорить Уважаемые думают А ты не офигела ли? Уважаемые депутаты А вы что это там делаете? Что это вы себе позволяете? Кто ж такие законы принимает? Давай печально Вообще очень грустные новости Пришли к нам с Гавайев С Гавайев? Не знаю, это общественно значимая новость Но она не фейковая, она проверенная, да В возрасте около 14 лет умер Джордж Джордж это улитка вида Вот сейчас я вам прочитаю Ахатинелла Апексфулия В общем, это была последняя Ахатинелла Апексфулия в мире Говорят, что Джордж был немного отшельником И, не оставив потомство, умер от старости Жил один? Хотя, по-моему, улитки могут Они гермафродиты, да, улитки Вот он не захотел размножаться Он подумал, что мир летит в пропасть Я сам с собой? Да никогда! Никогда Да, в общем, Джордж умер И не будет больше у нас Ахатинелла Апексфулии в этом мире Как жаль Ну, мне кажется, это, конечно, печально Но, что еще один вид живого существа на планете иссяк Но, с другой стороны, друзья Я так думаю, что если перед вами посадить Ахатину обычную И вот эту Ахатинеллу Апексфулию Вот, разницы вы не увидите Да, кстати, об обычных Ахатинах Наш-то Элвис пережил такие праздники Хотя была тоже угроза, что он вымрет Ну, 10 дней в проживании Жить в офисе Но наша Лена Грицкова приютила Элвиса Элвис – наша корпоративная улитка Да, у нас есть корпоративные животные Это улитка Элвис Элвис мягкий фокус В общем, Элвис покинул здание Он теперь живет у Лены Мы думали, что он вернется Но Лене он так понравился Он так мило лежит ее язычком У него есть язычок Это не язычок, это он сам Это его мышца, Кирилл Он мягко лежит Лену телом В общем, Лен, мы рады, что у тебя появился новый друг Третий ребенок Третий ребенок Поделись, как тебе с ним живется А за одним узнай, какие животные живут в квартирах наших саровчан И о каких домашних питомцах они, например, мечтают Да Все новогодние праздники Вот это экзотическое наше редукционное существо Гостило у меня дома Но Элвис захотел обратно на работу И хотя Кирилл немного пофантазировал на тему наших взаимоотношений Но хочу сказать, что никто никого не трогал Элвис слишком вял и мягкотел А я предпочитаю в представителях мужского пола Твердость духа и целеустремленность А сейчас мы пойдем на улицу нашего города И узнаем у саровчана Каких экзотических животных предпочитают они И кого бы завели дома Страшно, мне кажется, таких животных дома бежать Каких у вас живут домашние животные? Никаких, представляете? И никогда не жили? И не жили Было окошко, но и твое нет Два котика, кролика, сестра Если бы еще кто-то был экзотический, это был бы ужас Вообще люблю рыбок, но домашних животных сейчас пока нет Мы не любим домашних животных Не любите? Нет, это грязь, шерсть и все остальное Собак жила, кошка жила И не одни Были джунгарики, но мне тоже не хочу В домашних условиях должны жить дети и внуки К нашему соседскому Wi-Fi подключается наш новый и первый в этом году гость Ирина Палькова, фитнес-инструктор Привет, Ира Привет, ребята Бери телефон, вводи Вводи И вводи Пароль Какой пароль у тебя? Пароль сегодня лишняя калория Тик-тик-тик-тик-тик Все Мы приглашаем правильных гостей в нашу правильную студию Почему именно Ира, наверное, всем понятно У меня плюс три за новогодние праздники А у меня нет Не три, больше Вы знаете, вообще на самом деле У меня нет проблем с лишним весом А ты все стоишь на весы, Кирилл? Да, у меня очень точные весы Специально купил, чтобы следить за весом Но в них нет батарейки Я думаю, что я не одинока со своими плюс три после Нового года Ирин, расскажи, пожалуйста, что делать Как выходить, во-первых, из этих новогодних обжирательных праздников Потому что мы разъедаем живот, желудок Реально разъедаем Ну это так вкусно Я понимаю, но надо же, наверное, начинать есть меньше Возвращаться в физическую активность Я не знаю, кто сохранял физическую С чего начинать? Вот мы проснулись утром после праздников Почувствовали эти плюс три? Не влезли ни в одни брюки, ходим в платьях С чего начать? Вообще, конечно, ребята, начинать приводить себя в порядок Нужно было до Нового года Ну у меня была цель похудеть к Новому году Она немножко переформатировалась Похудеть к лету Ага, плавно, да? Как у всех Главное не уточнять год Какому лету, бог сейчас, с ним, но не уточняем год Ну так что? Ну что делать-то? Ребята, ну самое главное для меня правило Всегда для всех И неважно, праздники без праздников После праздников и вместо праздников Мы пьем воду Мы много должны пить воды Сразу запишите Да, молодец, Лида А минимум два литра воды в день Для того, чтобы вывести из нас все шлаки Все бяки Которые в нас накопились Ну вот смотри, говорят же, вот вода Она скапливается, мы от воды отекаемся Неправда, 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 ребят Вода скапливается в каком случае? В том случае, если у нас очень много переедено соленого Да, соль у нас задерживает эту саму воду Но виноват это во всем не вода Да, а соли Вот в чем моя проблема Огурчики солененькие Огурчики, да Кстати, вот насчет солености Можно продолжать кушать квашеную капусту И мои любимые моченые яблоки Вы к этому теперь моченые яблоки? В смысле, в воде? Моченые? Ну, Лида не ела Ты кушал моченые яблоки? Серьезно? Слушайте, ну это такой же процесс Их вместе яблоки квасят Замачивают, так сказать, вместе с капустой Капусту? Иногда, да, прям вместе с капустой делают яблоки Они имеют соль леновато, сладкий вкус Но то количество витамина С, которое скапливается за время вот этой квашени Вот этой вот капусты и яблок Она набирается такими микроэлементами, которые в дальнейшем будут просто вершить чудеса Вот вы сейчас занесели, да, дорогие друзья? Мы начали за упокой, за воздражение Опять прожачку, короче, топим Сейчас хотя бы давайте так вот У нас всегда стоит определенный срок, да, нам так сказать, там врачи всегда отводят срок Я здесь на днях столкнулась с интересной статьей, которая как раз рассказывала о том, что сколько приблизительно в среднем человек восстанавливается после праздников, приходя в обычную норму В течение месяца мы можем прийти в это Слушайте, ну очень быстро время летит на самом деле, поэтому я думаю, что этот месяц пройдет просто Десять не кушаешь и тридцать один алкоголь Ну, Кирилл, ну у меня три килограмма, мы кушаем Ну, мы кушаем, какие ворота Ну, они уйдут, они уйдут, как только ты войдешь в тот самый ритм, с которым ты была до праздничных вот этих вот обжорств Да как войти? Хочется есть, если я съедаю, как я ела до праздников, я чувствую себя голодной Организму нужно приучить Запивать водой, забивать и пить водой, наверное Организм очень быстро привыкает к плохому, да, к сожалению И мы природой так созданы, мы к плохому привыкаем очень быстро, а к хорошему нас нужно прям вот 21 день формируется привычка За три недели Вот, за то же время мы быстро научились То есть, я так понимаю, мы продолжаем пить воду На ближайший месяц мы отказываемся от копченого, от жирного, от майонезика, да? Вообще, от майонезика не то, что на месяц, ребята, вообще, вы еще едите майонез? Да Серьезно? Ты что, оливьеху не ела, что ли? Нет Расскажи, пожалуйста, из чего состоял твой новогодний стол? Мы вообще ведем здоровый образ жизни, естественно И нам, у нас есть свои любимые блюда У нас есть свои любимые салатики Не было оливье Нас не было оливье Не стреляйте только в нас, пожалуйста Нет, не надо Сейчас в комментарии пошли вы здесь подушку Все так, тыщ, 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 дизлайки, дизлайки Я, мы давно уже с семьей, мы не кушаем никаких салатов с майонезом вообще Вот, поэтому у нас, все, что у нас было, это там салат со шпинатом, клубникой и кедровыми орешками Все это политое Соусами там различные То есть, очень вкусно было И у нас, собственно Мы корочка на пару Не на пару, мы делали на гриле маленькие шашлычки из креветок и индейки То есть, ну, вот, я говорю, вот, все было, на самом деле, очень демократично Так, а на сладкого что было? Ничего А фрукты? Дети встали грустно Нет, ну, дети достаточно и так много кушают сладкого В связи с тем, что они, да, дети Ну, там подарков-то сколько, господи, надарили-то Накидай, пожалуйста, примерный рацион, скажем, на ближайший месяц Вот что оставить? Вареное мясо, курица-довядина Ну, полагаю, еще понятно, что у каждого свои предпочтения Обязательно курица, индейка, да Обязательно рыба И, пожалуйста, не в масле Уже я говорю, господи, да столько у нас сейчас современные всевозможные техники То есть, эти сковородки, на которых можно жарить без масла Вот это, да Это как раз сковородки-гриль, они очень крутые Моя рекомендация просто бросить там два куска, не знаю, курицы или два куска рыбки Стейков там пожарите, обжарите прям на стейке, эти стейки на гриле-сковороде И ничего, собственно, больше не надо Постарайтесь меньше использовать специй Потому что специи, они как раз разжирают нас аппетит То есть, мы больше хотим еще есть Я тоже рекомендую побольше сейчас кушать белков Но не садиться на белковую диету Ни в коем случае она приводит к плохим Творог, сметана, кисломолочка Сметана нет, потому что она достаточно жирная А не жирная сметана, смысл в ней, собственно, да? Порции должны, мы знаем, да, это не секрет, ни для кого Да вот, нет Вот, для тебя, ну тебе хорошо, как у тебя все руки С нами можно прям обожраться своими ладошками Я буду твоими ладошками мерить себе порции Нет, блин, нормально, у тебя ладошка Ну, скушать, ну надо просто, надо кушать, кушать почаще Ну ладно, что мы все про еду Ну потому что, почему бы и нет Мы поняли, что мы едим немного Едим нежирное мясо без масла и специй Едим овощи, позволяем себе творог и очень много пьем Давайте про сон скажем Сон? Он тоже влияет на... Слушайте, очень влияет, потому что Что мы делали с вами сейчас в празднике? Ели и спали Спали и ели Правильно, организм у нас еще не проснулся, да? Нам нужно его как-то растормошить Спим мы сейчас Резко нельзя, как бы, да? У нас резко нельзя выходить Почему говорят, что после отпуска нужен еще один отпуск, да? Да Или хотя бы несколько дней, чтобы прийти в себя Чтобы не было резкого вот этого изменения Потому что мы опять же вводим организм в стресс Ну понятно, что рабочие будни уже, собственно, начались Спать нам нужно плавно вернуться вот к тем часам, которые у нас были Которые должны быть, присутствовать в нашей рабочей жизни Семь часов Мы знаем, что, да, у нас должно быть минимум семь часов Для того, чтобы выспаться Мы отожмем организм у себя Семь-восемь, больше не надо Потому что дальше идет пересып Организм переходит вот эту черту И начинается лень в организме После того, как мы поели правильную еду Мы выспались с вами, да? Мы поспали ровно там семь-восемь часов И не часом больше Что мы должны делать? Мы должны много двигаться Ну, вообще, да, это мой девиз по жизни Хочешь попу, приседай Хочешь попу, приседай? Да, хочешь попу, приседай Если хочется чужую Фитнес, там, вести здоровый образ жизни Не знаю, если вы ездите, катаете на лыжах, на коньках, на сноубордах Не знаю, там, еще занимайтесь каким-то видом Да просто даже гулять по лесу Если все, что касается моей стихии фитнеса То я советую не начинать резко Не начинать с тяжелых тренировок А приходить постепенно Потому что не все побежали на фитнес 2-3 января И первого Какой там первого все спокоились Дай бог к концу января собраться Я вот 10-го числа первый раз пошел на тренировку Я ходила от кроватки до холодильника Очень часто, кстати, туда-обратно, туда-обратно Жирушки Вот, ну, а фитнес рекомендую потихонечку начинать мягкий С раскачки организма, да, какие-то Прорабатывать суставы, прорабатывать, растягивать мышцы Снимать вот этот вот стресс, что я вышла на работу Мне там нужно опять в трудовые Люблю это сочетание Трудовые будни Ну, в общем, понятно Начинаем плавненько восстанавливаться Не забываем пить воду Снижаем объемы потребляемой пищи Умоляю вас, выкиньте майонез из холодильника Можно мне нести И с оливье вместе В помойку Выкиньте оливье, если вы готовите 31-й сделок Отличный способ есть в прошлогодней оливье И чистка организма Ой, да, кстати, по поводу чистки организма Вообще устроить себе чистку организма Сейчас, после новогоднего праздника Прошлогоднего оливье? Надо, надо Прям вот, если вы знаете какие-то классные способы, как очистить организм Которые не навредят вашему Сбегка, уковаренная Да, чернослив, чай зеленый с имбирем, да, там еще что-то То есть какие-то вещи, те вещи, которые действительно помогут вас немножко разгрузить Обязательно почиститесь Это приведет вас в такой жизненный тонус Немножко взбодрит Организм по-новому задышит Поэтому прям, да, вот мой совет Я тоже здесь на днях, на выходных собираюсь этим заняться Загрузились, разгрузились Ну и физическая активность Если вы настолько ленивы, что вам даже нет сил приседать Как мне, например То хотя бы прогулки Больше ходите ногами, больше гуляйте А там, возможно, и до фитнеса догуляете Вместе с Новым годом к нам пришли налоги для самозанятых Подросший НДС, пенсионный возраст и тарифы ЖКХ Зато валежник можно собирать бесплатно На канале Ильи Варламова появилась новость о том Что в одном из павильонов исторического парка «Россия. Моя история» Который открылся в конце декабря на ВДНХ Заклеили четыре даты Связанные с гибелью подводной лодки «Курск» Захватом террористами Норд-Оста в театральном центре на Дубровке Терактом в Беслане И вооруженным конфликтом в Южной Осетии Об этом сообщил посетитель парка Алексей Шеврим Представитель пресс-службы проекта Александр Тарасов Подтвердил информацию о баннере с заклеенными датами Но, по его словам, баннер не является частью экспозиции Он находится в складской зоне Где сейчас располагается оборудование и разные приспособления Которые мы использовали для реконструкции, сказал Тарасов Вопрос, почему заклеили исторические даты, остается открытым Как сообщает Лентару, российским школьникам Запретят приносить с собой в учебные заведения Бабушкины пирожки и мамин борщ И это связано с проектом новых санпинов По организации детского питания, разработанных Роспотребнадзором Правила затрагивают широкий спектр вопросов Начиная от максимальной толщины омлетов 4 сантиметра И времени приготовления сосисок не менее 5 минут До условий использования поварами одноразовых тарелок И полного запрета алюминиевой посуды Также устанавливается максимальный срок хранения нарезанных бутербродов 1 час Хранение в холодильнике до следующего дня не допускается Сегодня тебе достается новая игра, которая называется «Дай мне имя» Многие-многие известные люди между именем и фамилией вставляют какое-нибудь прикольное слово Ну типа «Кирилл Пончик» Ну да, да, Кирилл Пончик Васенин Ну там, такие вот популярные люди когда Вот, что я тебе предлагаю Я тебе буду читать имя, тебе надо придумать смешное прозвище И я буду дочитывать фамилию Итак, Кайли Подожди, надо ее вспомнить «Войс» «Войс Минол» Ну вот Ну, голос, да Да, да, да Юрий Гагарин Никулин, спасибо Дмитрий Очкарик Медведев Снут Док-док Док-док, отлично Тумак Дубак Шатнул Отлично, ну, ребята, я уже даже немножко, сделай фотку Дмитрий, очкарик, медведев Вы знаете, сколько мы сейчас с вами калорий потеряли Ай, блин Пока насмеялись Мой новый телефон классный Ну а на этом все Приводите себя в форму Вливайтесь в трудовые будни И смотрите канал 16 До встречи в эфире Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok